Всем привет! Значит, сегодняшний видос хочу посвятить вот этой вот рации. Рация Vector VT-43. Довольно-таки старинная рация. Досталась мне по случаю. Что-то я купил. Короче, предприятие там одно расформировалось. За 2000 я купил три рации. Два стаканчика зарядки и два блока питания. Значит, сюда вешается клипса, но на этой нету. Здесь чехол. Чехол с клипсой. Кожаный чехол. Ну ладно, суть не в этом дело. Нормальная рация берет там километра два-три, а по прямой посмотрим на рыбалки. Если поедет много народу, я возьму с собой три штуки. Ну, хоть и не поедет, может все равно возьму. испытаем. Значит, в чем проблема? Здесь стоит четыре аккумулятора никель-кадмилы, там по-моему. Ну, мизинчиковые, короче, четыре. Значит, шесть вольт она потребляет. Зарядка. Зарядка написано 12 вольт выдает. Ну, там она побольше, конечно, выдает. 12 вольт я замерял. Подключается. Здесь стоит сопротивление. Сейчас покажу. Ну, вот штучка стоит. Она работает при нажатии, когда нажимаешь. И когда нажимаешь, тогда уже 6 вольт сюда пошло. Ну, не суть дела не в этом. Значит, мне нужно, если поедем на рыбалку, чтобы она заряжалась от аккумулятора. Либо вот, я не знаю, 12 вольт подать. На неё надо было сразу. Ну, что-то я очкую. Ну, в принципе, в принципе-то попробовать можно. Ладно. Короче, что я сделал. Взял вот эту всем известную плату. Она должна выдавать 5 вольт на зарядку. Это микро-USB. Зарядка телефонов. Короче, зарядка литиевых батарей. Вот. Её взял. Померил. Значит, она выдает 4 там. 4 вольта, короче. 5 она не выдаёт. Что-то никак. Ну, хотя тут спорный вопрос. Тут с чего её запитывать. Ну, ладно. Пусть там 5-4 вольта. Дальше. Ну, припаял к ней плюс-минус. Взял вот этот вот конвертер повышающий. У меня было видео с распаковкой. Я его ставил в приёмник. Вот. Значит, припаял на вход. Вот два провода на вход. Вот эти плюс-минус так же. И выход. Выход припаял вот сюда, на контакты. И отрегулировал. Не хочу распечатывать. Вот там сколько она ещё пролежит. Вот регулировочный болт. Винт. Отрегулировал до 6 вольт. Значит, она не может выдать меньше, чем на неё подаётся. Так как она повышающая. Вот 4 вольта или 5 сюда подал. И докрутил до 6 вольт. Ну и всё, думаю, проблема решена. Сейчас соберу, покажу, что получилось. Надеюсь, будет работать. Сделал одну. Второй стаканчик мёр. Одним подзарядимся там как-нибудь. Если будет необходимость большая. Значит, от сети. Вот сейчас включаю в сеть. Зарядка пошла. Значит, на адаптере красная лампочка загорелась. Когда нажимаешь, тогда зарядка идёт. Вот, и сейчас попробуем вот и от этого или от паэрбанка. Короче, сейчас шнур возьму. Сеть выключаю. Сейчас шнурок возьму. Так, вот, значит, шнур тоже самодельный. Купил я 10 этих и 10 этих. И сделал. Пока один шнур сделал. А ещё один потратил. Так, вот, в сеть. Так, в сеть. И берём. Я их сейчас возьму, наверное, приклею, наклею. Вот, горит. Не знаю, видно. Значит, должна при зарядке одна красная гореть. Когда ничего, и нагрузки нету, обе горят. Когда нагрузка есть, вот, одна красная. Ну, вот так, если поставить. Вот, когда контакт есть, всё. Идёт зарядка. Когда зарядится, загорится синяя. Ну, так как она в жёлтом исполнении, естественно, она зелёная. Ну, это не страшно. Не знаю. Короче, вот так. Ни на чё я не претендую. А это можно от прикуривателя уже вставлять. Через адаптер их заряжать. Уже на рыбалке. Так, не так. Посмотрим. Короче, показал, что я выдумал. Вот и всё. Сейчас я их... Вот этот чё-то на скотче не очень мне нравится. Ну-то, в принципе, и пусть будет и на скотче. Можно на соплино-китайские приклеить. Оп. Вот. Вот это я хотел показать. Вот ещё раз показывают. Блок зарядки. Стаканчик. Корейская станция. Не китайская, это корейская. Ей уже больше 20 лет. Нету приёмника, конечно, нету в ней. Можно звонки менять там, все дела. Сейчас она вот замкнётся на замок. Вот, закрылась. Теперь эти кнопки не действуют, пока не снимешь замок. Ну, единственное, только можно разговаривать. Позвонил и... Раз, раз, раз. Ответа нет. Чтобы выключить. Вот так. Если надо, сделаем обзорчик на эту. Если кому вдруг интересно, у меня есть инструкция, я нашёл в интернете, распечатывал. Ну, а пока. Всем пока. Не знаю, когда и выйдет этот видос. Возможно, во время рыбалки или после рыбалки. Ну, если во время рыбалки, то увидите на рыбалке. Возможно. Возможно, увидите. Так, ну... В чехле чехол кожаный, походу. Вот за столько лет ничего с ним вообще не случилось. Даже не потёрся особо. Раз, раз. Можно подвешивать на шею, например, на ремень, там, на стропу. Ну, как вариант просто. Вот так оно выглядит. Можно наушник ставить. Надо, в принципе, попробовать. Какой тут подойдёт. Тут, по-моему, не 3,5. Нокивский, наверное. 2,5. Ну, на этом... Что тут? Видно экран? Видно. На этом всё. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Пока. Пока.